Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Криптогеймерс. Поговорим про интереснейший проект, который буквально во втором квартале этого года должен выйти в альфа-тест. Это фото, друзья. Очень интересный проект, на самом деле, стоит к нему присмотреться, это как минимум, потому что один из партнеров данного произведения это Майкрософт. На самом деле, по-моему, я не видел еще нигде, чтобы был партнер Майкрософт. Вот точно не помню, но по мне, то есть это, конечно, уже о многом говорит. Что можно добавить из интересного? Это ААА проект MOBA RPG. То есть, конечно, жанр максимально интересный для любителей, понятное дело. Посмотрим небольшой ролик по графике. Конечно, графика в игре. Видно, что детализация проработанная. Есть различные герои. Ну, конечно, бросается в глаза для тех, кто играл в какие-то доты, лиги легенды. Некоторые герои прям похожи. То есть, там был до этого Мишка. Сейчас его вроде покажут. Сейчас покажут. Вот Медведь. Как будто из лиги легенд Силабир, друзья. Очень похож на самом деле. И вот этот такой боец, это как будто виномансер из доты. Либо из хона. Кто помнит хон, друзья, плюс в чат. Так, вот такой вот интересный ролик. Так, что-то тут не прогружается. Давайте быстренько обновим. Потому что, как всегда, эти VPN. Майкрософт Мэш, друзья. Это технология VR очков. На самом деле, конечно, VR для меня не особо понятная вещь. Я, на самом деле, не пользовался никогда. Но это тоже будет добавлено в игру. Конечно, интересно. На блокчейне VR даже не припомнил никаких проектов. Но, понятное дело, что индустрия развивается. Тем более, это метавселенная. Сейчас, мне кажется, любая игра, которая будет запускаться, метаверс, это будет как уже, наверное, стандарт. Как классика. Будут различные три мира. Это Greenland, Земля и Кошмар Найтмар. То есть, от этого будет зависеть герой, который, я так понимаю, можно будет на старте выбрать. То есть, вот есть Эрик. Некоторые герои можно посмотреть, друзья. То есть, ну, конечно, выглядит классно. То есть, я думаю, тут придираться никто не будет. У некоторых героев можно посмотреть их анимацию. Они тут есть на сайте. Какой-то демон. Показано его первое умение. Показано второе умение. Ну, и, соответственно, может быть, ультимейт. Ну, так и есть ультимейт. Плюс злосчастный Зелл, который я называю Виномайнсер местный. То есть, первый скилл продувка какая-то. Здесь второй скилл такой, как будто взрыв. И ультимейт. То есть, ну, графика, не знаю, мне, честно говоря, именно даже вот здесь, как было все прогрессовано и как было в геймплейном ролике, это, конечно, все круто. Можно еще, на самом деле, посмотреть, как это будет выглядеть вот здесь, друзья. То есть, видите, графика, конечно, крутая. То есть, это было первое умение, я так понимаю, это второе умение. Продувка стрелы, похоже на Эш, с Лиги Легенд, либо на Дровку. Но можно бесконечно, на самом деле, говорить, кто на кого похож, потому что уже, понятное дело, индустрия настолько переполнена всякими проектами, что просто придумать какую-то модельку, она все равно уже в 90% случаев будет на что-то похожее. В игре будут также присутствовать и темы. Их, по-моему, на старте будет около 70 штук. Они будут, естественно, делиться на градации. Это обычные эпики, легии и так далее. Можно почитать лор-игры, но нас интересует, конечно, не история, нас интересует немножко другое, а именно дорожная карта. Как я уже говорил, сейчас можно посмотреть, что они уже сделали. Будет приватный сейл, релиз новых героев. Ну, релиз новых героев это будет, я думаю, постоянная песня, как и везде. Что интересно во втором квартале этого года, будет альфа-тест, который будет идти сразу на всех платформах. Это iOS, Android и ПК. Это, конечно, круто, потому что многие из вас, ну, кто-то любит играть на мобиле, кто-то любит на ПК, кто-то тоже, конечно, каждому свое. Плюс IDO, Pancake Listing, то есть, это, конечно, все максимально круто. Дальше будет еще, да, после релиза альфа-теста в втором квартале, будет релиз и бета-тест. То есть, они не собираются затягивать это на, ну, как бы, на слишком долго. Они собираются все это провернуть, я так понимаю, за этот квартал. Это круто. Что можно добавить еще из интересного? То, что они собираются сделать кросс-чейн-платформу, имеется в виду это также запустить на Солане и на Нир еще дополнительно. Это, конечно, тоже является плюсом. Много сейчас, на самом деле, игр тоже пытаются сразу перекидывать на Нир. В принципе, надо тоже присматриваться именно к этому блокчейну. Дальше, как я уже говорил, партнеры Microsoft. Ну, возможно, у них партнеры здесь Microsoft, это только вот Microsoft Mesh, это VR. Но, как минимум, это все равно идет в зачет, я думаю. Дальше можно посмотреть, что за партнеры. Что интересно и плюс, естественно, это, конечно, лица открыты, все можно посмотреть их в соцсети, то есть, лица не скрывают. Это, конечно, в блокчейне, это огромный всегда плюс, потому что вероятность, что проект как минимум за скамится, да, уже минимальная. Ну, и соцсети, на которой можно, естественно, посмотреть, что и как везде. Твиттер. Твиттер довольно-таки обширно, 280 тысяч уже имеются. Здесь всякие проводятся и AMA. Так что, кто следит, я думаю, здесь, конечно, можно много чего интересного увидеть. Что для себя я лично отметил? То есть, есть различные классы, там, маг, священник, членокнижник, воин, химик. То есть, ну, их как бы большое количество. Есть карта мира, то есть, это вот это три локации, да, три карты мира, как, ну, по-разному называть. Это вот эти Greenland, Кошмар и так далее. То есть, здесь, конечно, будут какие-то производиться различные. Можно почитать про них, что и как, почему. Но, на самом деле, для себя я отметил здесь следующее, что интересно. Так, вот есть система гильдий. Интересная штука. То есть, если мы завладеем какой-то уникальной землей, то есть, видите, есть 30 земель на трех разных планетах. То есть, я так понимаю, по 10 на одну из представленных. Это Greenland, Земля и Кошмар. Если гильда завладеет какой-то из земель, одного куска, она будет получать прибыль в 1% от каких-то там действий, которые будут производиться в игре. Именно это напоминает мне, на самом деле, Мир 4, когда мы захватывали там шахту, и получается с общей добычей там шел процент в гильдию. На самом деле, это был довольно-таки неплохой заработок. То есть, если игра, конечно, стрельнет, да, максимально круто, то есть, владельцы земель, гильдии, я думаю, будут получать очень неплохие бонусы. Интересна также система дуэли. То есть, здесь, конечно, арена, компания, дуэли, турниры. То есть, турниры там, я так, ну, бросилась в глаза, что там турниры чуть ли не... У них какое-то еще распределение идет там квартальные, либо там какие-то годовые даже я прочитал. Ну, как-то годовые, наверное, это слишком круто, но квартальные, да, в принципе, как дополнительный бонус, почему нет? Помимо других режимов, которые должны быть регулярными, для того, чтобы поддерживать интересы заработок. Что здесь отметил для себя еще в дуэлях? То, что будет в ставке. Ставка будет принадлежать победившей команде. То есть, ставка, еще дополнительное сжигание, я так понимаю, когда ты можешь поставить на победу, поражение, будет ли это только внутри противобойствующих сторон, либо другие могут ставить. Это, конечно, уже более интересный момент, потому что, сами понимаете, такой дополнительный тотализатор, в который вы можете либо зарабатывать, либо проигрывать. Это, конечно, ну, где-то плюс, где-то минус, надо быть объективными. Еще можно добавить, что торговая площадка фото. Здесь я что-то для себя отметил сейчас. А, правильно, для себя отметил, что здесь есть система аренды. Можно будет отдавать в аренду героев, которые, естественно, будут прокачиваться. Допустим, я инвестор, который купил там себе героев, либо там их кто-то прокачал за меня, но играть по каким-то причинам я не хочу, нет времени и так далее. Ситуация знакомая. И дополнительная аренда, это всегда плюс в играх, потому что кому-то интересно там играть, кому-то интересно на этом зарабатывать. У каждого свои цели и аренда, это, конечно, большой плюс. Вспомним систему школы аршипа в аксях. Это, конечно, ну, по ней уже много кто пошел. И вы видите различные игры, где есть всякая аренда. Есть она, где внутри сайтов проходит. Это максимально быстро, максимально комфортно. Что, к сожалению, в аксях пока нет. Это является дополнительным плюсом. Причем, я считаю, огромным. Это, честно говоря, что я для себя отметил по проекту дополнительно, что мне лично понравилось. А так, конечно, друзья, пишите, что думаете про эту игру. Кто давно смотрит за ней. Потому что, я помню, я откладывал тоже в долгий список эту игру для обзора. Но руки дошли только сейчас. На этом все, друзья. Всем спасибо и пока-пока.